Приветствую, любимые! С вами Пиара Лав, мастер кундалини йоги, медитации, тантры, а также основатель женской академии любви. Сегодня я с вами поделюсь самой мощной техникой защиты вашего энергетического поля, чтобы вас никто не пробивал, никто не питался вашей энергией. Раньше я делилась этой техникой только со своими клиентами в личных индивидуальных сессиях за большие деньги, но, черт побери, почему бы не дать ее просто так вам здесь и сейчас. Эту технику мне рассказал, меня научил один очень крутой тантрист, назовем его так, индийский. И с тех пор, как я ее стала применять, жизнь моя реально изменилась. Все люди, которые раньше присасывались ко мне, жаловались, садились вот так вот, знаете, на шею, на плечи, свешивали ноги, они просто все вот так исчезли. Состояние улучшилось, энергетическое поле, естественно, стало очень таким плотным, большим, в связи с чем аура, она же также растет. В общем, бенефитов огромное количество у этой практики. Пользуйтесь, главное, пользуйтесь, пожалуйста. Люди очень часто им говоришь, им что-то даешь, они где-то услышали, ничего не применяют в действии. Они ищут каких-то, я заметила, сложных путей. Они не думают, что может быть так легко и просто. На самом деле не все так легко и просто, потому что это нужно делать, а никто делать не хочет. Поэтому я вам даю, вы уже сами решайте, что с этим делать. Делитесь в комментариях, пожалуйста, своими впечатлениями. Обратите внимание, как эта практика будет работать на других людей. А в моей жизни было такое, что как только я ее применила, в ту же секунду женщина, которая постоянно ко мне подходила, вся такая негативная, вся жаловала, сливала мне все свои помои, ее от меня как шандарахнуло. Она стала обходить меня кругами. С катертью дорожка. Итак, практика заключается в следующем. Здесь главное вовремя включать осознанность и вспоминать об этой практике. И перед тем, как вы куда-то уже вышли, вы когда-то выходите, вот свет на улицу, вы понимаете, что сейчас вы будете встречаться с разными людьми, с разными мыслями, с разными вибрациями. Вы уже можете применить эту практику. Если же забыли, то уже в моменте общения конкретно с человеком раз вспомнили, раз почувствовали, что он подсел вам, уже сюда и начал ножки свешивать, раз. Включили эту практику. Но скажу честно, что уже в моменте общения с человеком ее сложно будет включать, потому что он уже к вам подключился. Все, ваше поле уже было пробито, оно такое слабое, и он как пиявка туда подполз, такой и сосет, сосет, сосет из вас энергией, жизненные силы. Поэтому лучше применяйте до того, как к вам уже присосались. Техника называется bubble technique. Bubble с английского языка значит шар. Вы представляете себя в шаре, как будто вы внутри шара. Раз-таки шарик одели себя вокруг себя, выстроили вот этот шар. Можете представить любой цвет, который вам резонирует. Это может быть и красный, и фиолетовый, и желтый, и золотой. Вы внутри шара, все, вы защищены. И внимание держите на этом шаре. Вот здесь самое важное. В разговоре с человеком, или где вы там сидите, в каком-то пространстве, там очень много людей, вы постоянно держите внимание на то, что вы внутри шара. Вначале это будет сделать сложно, это я знаю. Потом со временем это станет нормально. Привычки раз, и вы в шарике. Окей, это только первая часть. Я вам дам еще и вторую часть, которая вообще самая такая мега, которой никто вообще не делится. Ну, я сегодня добрая. Итак, вы представляете себя в шаре. И как только вы начнете это практиковать, вы начнете видеть, наблюдать, как с некоторыми людьми быть внутри шара очень удобно, легко и комфортно. Это значит то, что они к вам не присасываются, им от вас ничего не надо, они энергией вашей не подпитываются. Но также вы заметите, как в компании или в окружении других лиц вам будет очень сложно фокусироваться на том, что вы внутри шара. Вплоть до того, что вам будет стыдно, неудобно. Ну, как бы, ну, чего я буду в шар, ну, не знаю, это же моя мама, папа, да, это же мой любимый человек. А на самом деле это потому, что этот человек вами питается, он пробивает ваше поле. Окей? Поэтому отпускаем все вот эти страхи, сомнения, стыд какой-то. Мы себя защищаем прежде всего. Мы надеваем этот шар, мы внутри шара и мысленно представляем мы там. Мы визуализируем на протяжении всего общения. И наблюдайте за реакцией людей, это будет очень интересно. Дальше вторая часть, такой advanced level, следующий уровень, next level людей, кто практикует эту защиту. Если вы чувствуете, что человек прям вампирит, что очень сложный, что прям шар этот ваш разлетается, и человек вас пробивает, вы мысленно представляете, визуализируете между этим человеком конкретным и вами красную розу. Между этим человеком и вами сейчас есть красная роза, которая прям стоит, раскрыта между вами. Вы внутри шара, перед вами роза, которая на себя забирает, впитывает все негативные влияния и энергии этого человека. На днях я практиковала эту технику, причем не особо хотела, думаю, ну ладно, но все-таки я сделала. Я одела на себя шар и включила розу. Вау, человека сдуло просто. Ему вдруг стало как-то не очень хорошо, он вдруг сказал, что ему надо идти, и у него нету сил. И больше я от него не видела и не слышала. Слава тебе, Господи. Эта штука работает всегда и везде, ее просто нужно делать. О ней нужно вспоминать, включать осознанность. И самое сложное, держать внимание на этом шаре во время того, когда вы общаетесь с людьми. Как часто надо делать? Я не говорю, что нужно везде, всегда и со всеми. Такие закрылись, вы в шарике, ничего не знаю, сижу там. Нет, вы почувствуете, вы посмотрите, да, экспериментируйте, пробуйте, да. Не надо мне верить, доверять на слово, просто пробуйте и смотрите, наблюдайте за результатом. Конечно же, делитесь в комментариях и, конечно же, делитесь с другими людьми. Не будьте жаденными, не живите ради себя. В этом мире, а сейчас мы тем более двигаемся в пятое измерение, где мы уже не только живем для себя, ради себя и во имя себя. Мы уже живем из других перспектив, ради вообще всего и всех в этом мире. Поэтому делитесь и не забывайте благодарить вам прекрасной практики.